Всем привет! Меня зовут Амир Касьенов, я главный редактор информагентства Кастак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях уходящего дня. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайки этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали! Сегодня у казахстанцев, пожалуй, было чувство дежавю, напомнившее нам всем о событиях годичной давности, которые произошли в Экибастузе. Но на этот раз события разворачивались в Степногорске, где часть города осталась без теплоснабжения. И уже утром в районе 8 часов власти города все-таки отчитали, что все нормально, пообещали, что тепло будет подано. Ну и давайте я вам расскажу об этом. Аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов заявил об устранении повреждения на теплотрассе в Степногорске, передает корреспондент агентства. Повреждения наконец-то устранили, сварочные работы завершены и сейчас начнем заполнение теплотрассы, заявил Ахмеджанов в пятницу. Это было в районе 8 часов 10 минут примерно. Ранее Костак сообщал, что Степногорск более чем в 30-ти градусный мороз частично остался без тепла. Речь идет об отключении 62 домов от теплоснабжения. На месте был создан оперативный штаб. Вообще, конечно, за тем, как будет проходить отопительный сезон Степногорск, как будет проходить отопительный сезон Экибастус и ряд других моногородов, в которых имеются устаревшие теплоцентрали. Мы будем тщательно следить, внимательно следить и говорить обо всех инцидентах, которые хоть как-то могут намекать на вероятность серьезной техногенной катастрофы, чтобы попытаться хоть как-то обращать внимание властей на происходящее, для того, чтобы они, в свою очередь, возможно, попытались вовремя принять меры для недопущения чрезвычайных ситуаций. Уголовное дело прекратили в отношении экс-акима Павлодарской области Булата Бакаова. В связи с изложенным суд согласился с ходатайством прокурора и на основании статьи 505 УПК отменил приговор суда. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба суда номер 2 Павлодара. Бывший аким Павлодарской области Булат Бакаова в 2020 году был осужден за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов, что повлекло их неуплату. Отметим, что обстоятельствами, способствовавшими принятию процессуального решения о согласительном производстве по делу Бакаова, стали признание вины и раскаяние. По информации представителя обвинения Елены Беловой, Бакаова вменялось лоббирование интересов ТОО «Аксу Транслогистик», единственным учредителем которого являлся родственник Бакаова – Бакаов РД. Предприятие, по данным Департамента государственных доходов по Павлодарской области, недоплатило в госбюджет свыше 212 миллионов тенге налогов. Его руководителю грозило уголовное преследование. Бакаов, используя свои должностные полномочия и не желая негативных последствий для своего родственника, дал указание держать его в курсе проведения проверки на ТОО «Аксу Транслогистик», а затем изменить характер выявленных нарушений и минимализировать сумму налоговых выплат. Позже сумма налоговых выплат была снижена до 3 146 272 тенге. В 2022 году дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном данной числении сотрудниками ДГД налогов. Заместитель прокурора Павлодарской области обратился в суд с ходатайством о возобновлении по вновь открывшимся обстоятельствам производства по делу в отношении бывшего Акима Павлодарской области. В связи с прекращением дела следователя, специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части до начисления налогов. Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено, говорится в информации. Это обстоятельство не было известно суду при вынесении приговора. Напомним, 16 января 2020 года Бакаов, занимавший на тот момент пост Акима Павлодарской области, был задержан и помещен в ИВС. 27 мая он был признан виновным в коррупции, однако остался на свободе. В частности, суд признал Бакаова виновным по пункту 3, ч. 4 ст. 361, превышение власти или должностных полномочий у КРК и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пропорционного контроля на весь срок наказания с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Тимур Кулебаев покинул пост Казэнерджи. Олигарх, зять президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулебаев покинул пост Объединения юридических лиц Казэнерджи, передает корреспондент агентства. Представителям Казахстанской ассоциации организации нефтегазового и энергетического комплекса Казэнерджи избран Макзум Берзагалии. В соответствующее решение принято на очном заседании Совета Казэнерджи. 8 декабря в Алматы, сообщает пресс-служба Казэнерджи. Отмечено, что должность представителя ассоциации основана на общественных началах и не оплачивается. Тимур Кулебаев был главой Казэнерджи с ноября 2005 года. Сама ассоциация была создана 2 ноября 2005 года с целью поддержки развития предпринимательства в нефтегазовой сфере. Искусственный интеллект и еще ряд сфер намерены включить в приоритеты финансирования инноваций в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра. Новые подходы к развитию инноваций в Казахстане обсуждены на заседании Совета по технологической политике под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин отметил, что для более эффективного раскрытия инновационного потенциала республики необходимо увеличить концентрацию выделяемых средств на приоритетах технологического развития. На сегодня это Агритех, ограничен органические продукты Меттех, превентивная медицина и Гринтек, вода. Также предлагается рассмотреть вопрос включения в приоритетные направления сфер искусственного интеллекта, индустрии 4.0, ГОВТЭЧ и металлургии, говорится в сообщении в пятницу. Как отмечается, согласно прогнозам экспертов, к 2050 году данные направления будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира. Новый механизм фокусной политики предполагает направление 50% выделяемых на науку и инновации средств на конкретные общегосударственные технологические приоритеты. Оставшиеся 50% будут выделяться на поддержку всех остальных направлений, что соответствует лучшему международному опыту, сказано в сообщении. Пример поддержал данные подходы и подчеркнул, что для эффективного решения вопроса в сфере развития инновационной деятельности необходимо активно вовлекать как научное сообщество, так и субъектов предпринимательства. На заседании также рассмотрены предложения по развитию инновационного направления МИДТЕК. В рамках этого планируется создание платформы Един Саулок с хранением на ней всей медицинской информации, модернизация имеющегося фонда медтехники и производственного оборудования, а также увеличение доли лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами, добавили в Кабмине. Глава правительства подчеркнул, что роль данного инновационного направления очень важна в обеспечении качественного доступа граждан к медицинским услугам. Это в том числе касается использования технологий дистанционного обследования, медицинского прогнозирования и искусственного интеллекта, что позволит значительно повысить уровень медицинской помощи, отметил Смаилов. 6 миллиардов долларов прямых инвестиций вложил Казахстан с 2005 года в экономику России, сообщает Пресс-служба Министерства национальной экономики. Сохраняется высокий уровень инвестиционного взаимодействия. Российские прямые инвестиции за последние 18 лет превысили 20 миллиардов долларов. В свою очередь, объем казахстанских инвестиций с 2005 года достиг 6 миллиардов долларов, говорится в сообщении в пятницу по итогам встречи министра национальной экономики Казахстана Альбека Куантырова с помощником президента России Максимом Орешкиным. Как отмечается, во время встречи стороны обсудили перспективы углубления казахстанско-российских отношений. Куантыров подчеркнул, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России. В частности, были достигнуты договоренности о новых стратегических совместных проектах в энергетике, промышленности, машиностроении, транспортной отрасли и другим, уточнили в Миннацэкономике. По словам Куантырова, перед правительствами двух стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций. И в Казахстане для иностранных инвесторов созданы все необходимые условия, проводится работа по увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике. По итогам встречи, стороны выразили готовность поддерживать тесные контакты в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, сказано в сообщении. Официально Арселор Миттал Тимиртау продал объекты в Казахстане за 286 миллионов долларов. АО Арселор Миттал Тимиртау, АМТ, которая контролирует индийский металлургический магнат Лакшми Миттал, продал объекты в Казахстане за 286 миллионов долларов, сообщил министр промышленности и строительства Канад Шарлапаев. Всего переговорный процесс состоял из 11 раундов, 7 из которых прошли после создания Министерства промышленности и строительства РК в сентябре 2023 года. Именно в этот период обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции. Соглашение между правительством Казахстана и Арселор Миттал можно назвать мега-сделкой. Оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран. Важно выделить три ключевых элемента структуры проведенной сделки. Первое. Государство снизило стоимость активов с 3,5 миллиарда долларов до 286 миллионов долларов. Из бюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге. Новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией Арселор Миттал Тимиртау по погашению краткосрочного займа в размере 250 миллионов долларов и долгосрочного займа в размере 450 миллионов долларов в течение 4 лет, сказал Шарлопаев на брифинге в правительстве в пятницу. Он напомнил, что в августе 2023 года президент Казахстана Касамжумар Токаев заявил, что аварии, продолжающиеся на предприятиях АМТ, свидетельствуют о серьезном нарушении компании и своих инвестиционных и прочих обязательств. Глава государства тогда отметил, что для АМТ не исключены соответствующие последствия дальнейшего пребывания на казахстанском рынке. В это время с владельцами АМТ правительством Казахстана уже велись переговоры о возможном выходе Арселор Миттал из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ, описал Шарлопаев в пятницу предысторию сделки. По его словам, правительство Казахстана выдвинуло конкретные требования к Арселор Миттал Тимиртау. Тогда же глава государства особо подчеркнул, что аварии на предприятиях АМТ приобрели системный характер. В результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и Арселор Миттал было подписано соглашение Stand Still Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятий и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. В ходе переговоров компания Арселор Миттал запросила 3,5 млрд долларов, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. В то же время нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств, пояснил глава Минпромстроя. Также, по его словам, срочность и ускоренность переговоров были продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия. А именно, остановку доменной печи, затопление шахт и т.д. Министр особо подчеркнул, что 286 млн долларов – это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Кроме того, стоит отметить, что Арселор Миттал не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана, и соглашение было достигнуто в рамках правового поля в полном соответствии с международным законодательством. Более того, нам удалось убедить Арселор Миттал сделать взнос в 16 млрд тенге – это 34,6 млн долларов – в поддержку благотворительного фонда «Казахстан Халкана». Средства, которые поступят в фонд от АМТ, направят на решение насущных проблем жителей Караганинской области в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и на развитие социально значимых проектов региона. При этом 50% от этой суммы будет реализовано в городе Тимиртау, заключил Шарлопаев. Как сообщал ранее Кастак, Казахстан Steel Group стал новым инвестором АМТ. Акционером является казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Предприятие будет переименовано в «Кармет». Напомним, индийский инвестор Лакшми Миттал, контролировавший до недавнего времени объекты АМТ в Казахстане, уходит по требованию широкой общественности и руководства страны после множества трагических инцидентов на производственных мощностях, в результате которых регулярно десятками гибли рабочие. Последняя такая крупная трагедия произошла 28 октября на шахте имени Кастенко, где в результате взрыва погибли почти 50 человек. 4 ноября первый вице-премьер Роман Скляр сообщил, что на смену индийскому магнату придет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной и его текущей стоимости. Как уточнил первый замглавы Кабмина, власти будут строго контролировать процесс. Есть залповые инвестиции, как мы говорим. Более 1 миллиарда долларов в производство и социальную сферу города Тимиртау, уточнил тогда Скляр. По его словам, еще 3 миллиарда долларов новый инвестор обязуется вложить в течение ближайших 3-5 лет. Ну и информация агентства Кастак, что известно о новом инвесторе объектов Арселор Миттл Тимиртау. Новым инвестором предприятий, который продала контролируемым индийским инвестором Лакшми Миттл Маоу Арселор Миттл Тимиртау АМТ, станет казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Подконтрольная Лаврентьеву компания Казахстан Стилгруп приобрела активы АМТ. Известно, что компания зарегистрирована в юрисдикции Международного финансового центра Астана. Лаврентьев выступает единственным акционером. Также сообщается, что предприятие будет переименовано в Кормит. Справочно. Кандидат наук. По его проекту была построена плотина на Бартугайском водохранилище. Мать Элла Антоновна, экономист Госплана. Дочь переселенцев из Германии, из династии учителей Майеров, известных в Джамбуле, в числе которых учителя казахского языка математики. Андрей Лаврентьев воспитывает шестерых детей. В числе бизнес-проектов группы Лаврентьева крупные машиностроительные предприятия Казахстана, в том числе Сарарка Автопром, Агромаш Холдинг КЗ, Кастехно, Кама Тайерс КЗ, Кам Лит КЗ, Силкрот Электроникс с общей капитализацией более 800 миллиардов тенге. Совокупный объем производства группы компаний Лаврентьева превышает полтора триллиона тенге. Общая численность созданных рабочих мест более 20 тысяч человек, что сопоставимо с численностью работников предприятий АМТ. Площадь производственных предприятий более 600 тысяч квадратных метров, а объем привлеченных инвестиций более 700 миллиардов тенге. Ну и мы не удержались от того, чтобы не сделать вот такую вот пародию на афишу. Известные телепередачи и написали реплику на тему долгожданного ухода вот этого вот персонажа на фото из Казахстана. Реплика вслед Митталу. Итак, индийский инвестор Лакшми Миттал, контролировавший объект АОМ Арселор Миттал Тимиртау АМТ в Казахстане, наконец-то ушел. И хотя Кабмин и подчеркивает, что запрошенную, явно завышенную гражданином Индии цену в 3,5 миллиарда долларов за объект АМТ, казахстанские переговорщики сбили до 286 миллионов долларов. И индийский магнат, помимо этого, обязался вложить 16 миллиардов тенге в фонд Казахстан-Халкана. Очевидно, что Миттал еще легко отделался. Власти Казахстана и вовсе могли поставить вопрос ребром и начать процесс уголовного преследования данного субъекта уже по одному факту гибели почти 50 казахстанских граждан на шахте имени Костенко. И это лишь один возможный эпизод. А их за период, когда он заполучил благословение экс-президента Нусултана Назарбаева, стратегические мощности бывшего Кармета набралось немало. В общей сложности с 2000 года на объектах АМТ погибло около 300 казахстанцев. Почему Миттала не ушли уже после первых крупных катастроф с массовой гибелью шахтеров, знает, пожалуй, лишь старый Казахстан, который после известных событий января 2022 года не особо разговорчив. Однако уже после первой крупной трагедии в посткантаровскую эпоху из резкой риторики нынешнего политического руководства страны стало ясно, что уход индийского инвестора является лишь вопросом времени. Тем более, что положительный пример того, как иностранных инвесторов, хищнически и варварски обходившихся со стратегическими ресурсами народа, в итоге выпроводили из страны, уже был. Одно из братских нам государств год назад таким образом вернуло контроль над одним из крупнейших в мире месторождений золота. И хотя высказывались и высказываются опасения, что подобные действия могут ухудшить инвестиционную привлекательность страны и его инвестиционный климат, со стратегической точки зрения очевидно, что на первом месте для любого государства должен быть климат социально-экономический, причем благоприятный именно для народа. В конце концов, именно интересами народа принято обуславливать ту же необходимость привлечения инвестиций. Нужно ли добиваться дальнейшего преследования Миттала? От него получены письменные гарантии отказа от претензий. Объект, обеспечивающий стабильной работой сразу 32 тысяч казахстанцев, куплен за минимальную цену. Не исключено, что все это в совокупности с отказом от претензий к индийскому инвестору является неким компромиссом, главная цель которого сохранить инвестиционную привлекательность Казахстана. Так что да, Митталу остается лишь кинуть след реплику, переиначенную из названия популярной телепрограммы. Слава Богу, ты ушел. Это были самые главные, самые интересные события уходящего дня, на мой взгляд. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким. Жмите лайки под этим видео. И это обязательно поможет продвижению нашего канала. Делитесь этим видео. Я желаю вам всем добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok